Оживающий российский автопром решено поддержать мощными стимуляторами. А главным таким препаратом станет перезапуск системы льготного кредитования и лизинга, которыми можно будет воспользоваться со второй половины июля. Взобновлённые госпрограммы распространяются только на автомобиле трёх отечественных марок — это УАЗ, ГАЗ и, конечно, ЛАДА. Но при единственном условии — если машина любого из перечисленных производителей стоит дешевле двух миллионов рублей. Россияне, подавшие заявку, смогут рассчитывать не на 10, как прежде, а сразу на 20-процентную скидку. Жителям Дальнего Востока, которые сейчас активно опустошают японские аукционы, вообще светит 25-процентный дисконт. Базовая скидка по программе лизинга — 10% от цены машины, но не более 500 тысяч рублей. Она станет распространяться на легковую, лёгкую коммерческую и грузовую технику, что выпускается под брендами УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, Урал и ЛАДА. Тем, кто пожелает воспользоваться этими предложениями, придётся поторопиться. По льготному автокредитованию хотят продать лишь около 50 тысяч машин, а по льготному лизингу — порядка 26 тысяч. Первым, кто отреагировал на возобновление господдержки, стал АвтоВАЗ. В Тольятти оперативно подсчитали, что упрощённую Ладу Гранту Классик можно будет приобрести за рекордно низкие 543 тысячи целковых. Цена антикризисной Нивы пока не названа, но по системе льготного аккредитования внедорожники планируют отдавать за 660 тысяч. А значит, без скидок модель будет стоить около 800 тысяч рублей. Кстати, следующей моделью, которая вернётся на ВАЗовский конвейер, станет Лада Ларгус. По информации инсайдеров, возвращение фургонов и универсалов на линию B0 должно состояться до конца июля. Ради этого производство, где выпускают 90-сильные восьмиклапанники, пришлось перевести на трёхсменный режим работы. Круглосуточный график понадобился, так как боссы автогиганта надеются на хорошие продажи антикризисных Гранты и Ларгуса. А вот перезапуска хэтчбэков X-Ray, возможно, и не случится. Да, Автоваз сохранил за собой право использовать платформу Global Access. Однако, как выяснилось, теперь заводу нужно платить роялти, что убивает всякий смысл делать малопопулярную среди потребителей машину. С запуском Duster та же история. В Тольятти сейчас оценивают, имеет ли затея экономический смысл?